Всем привет! Сегодня я расскажу про зарплату в Норвегии, а именно про минимальную зарплату. Для начала надо сказать, что в Норвегии не существует общие установленные закона минимальной заработной платы. Заработная плата согласовывается между работодателем и работником в трудовом договоре в письменном виде. И тут вы можете спросить, почему тогда в Норвегии сравнительно высокие зарплаты, если закон этот вопрос никак не регулирует? На это есть две причины. Первая, есть все-таки 9 отраслей, в которых введена минимальная зарплата, а вторая заработную плату определяет рынок труда. То есть никто не будет работать за копейки у одного работодателя, когда другой за такую же работу платит больше. И устроить демпинг на заработную плату при высоких расходах не получится, потому что при низкой зарплате люди элементарно не смогут выжить тут. Но как я уже упоминала ранее, в некоторых отраслях все-таки есть установленная минимальная зарплата. И цель этого является предотвращение того, чтобы зарубежная рабочая сила получала более-менее выгодную зарплату и условия труда, чем обычно в Норвегии. У меня вчера сломался микрофон, поэтому продолжая запись видео сегодня, буду пользоваться айрподсами и надеюсь, что звук будет более-менее хорошим. У нас это зима, все никак не хочет отступить, снег вдруг внезапно начался. В каких, значит, 9 отраслей все-таки закон регулирует минимальную зарплату. Это строительство, клининг, отрасль кафе, отель, рестораны, судоходная отрасль, потом работы, связанные с установкой электроники, рыбная отрасль, сельскохозяйственная отрасль, грузовые перевозки и пассажирские перевозки. Для примера рассмотрим заработную плату уборщицы. У нее минимальная часовая ставка это 204,54 кроны в час. Если взять эти 204,54 кроны в час и умножить на рабочие часы в день, а в Норвегии это 7,5 часов рабочих, то получаем 1534 кроны в день. В месяц, соответственно, получается 33 749 крон. И заметьте, это брутая зарплата, то есть до вычетов налогов. На руки после уплаты налогов останется примерно 26 тысяч крон. Но самая низкая часовая ставка это в отрасли сельского хозяйства. Это, например, такие работники, как помощники на ферме или сборщики клубники. Да-да, в Норвегии тоже выращивают клубнику. Тут работник получит примерно 22 тысячи крон. На руки, соответственно, получается примерно 18,5 тысяч. И на такую работу чаще всего приезжают иностранцы, как сезонные работники, с целью просто подработать. И выглядит это примерно так, что им предоставляют комнату, за которой работодатель вычитывает где-то 5 тысяч в месяц, и живут они вблизи от поля или фермы. Понятное дело, что все это находится где-то в глубинке, где нет толком больших магазинов, не говоря уже о развлечениях. Поэтому работники обычно покупают самую обычную дешевую еду и по максимуму экономят, чтобы было что потом увезти на родину. Эта сумма может составить примерно где-то плюс-минус 10 тысяч крон в месяц. Все, конечно, зависит от рабочих часов, потому что не всегда работодатель может обеспечить работой на целый рабочий день, но вы всегда можете попросить у работодателя какую-нибудь другую дополнительную работу и тем самым набрать побольше часов себе. Но тут надо понимать, что фермер и народ не богатый, поэтому на большие деньги тут не стоит рассчитывать. Это было коротко про минимальные зарплаты в Норвегии. Я в описании видео оставлю ссылку, где можно посмотреть полную информацию со всеми часовыми ставками, которые регулируются законом. Ну а у меня на сегодня это все, поэтому пока и до встречи в новых видео! У них брачный период? Да. Он замагается. Хорошая, красивая вода. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok